За подобную беспечность кошелек самая маленькая расплата. В считанные секунды в руках вора может оказаться и дорогой телефон, и даже ключи от дома. Опытному карманнику для дела нужны только кончики пальцев. Жертва даже не почувствует, что ее обокрали. Два года назад, перед Новым годом, у нас было заявление по факту кражи полутора миллионов рублей. Женщина сняла деньги со счета, положила их в свою сумочку, даже не сумочку, а в пакет, и направилась на рынок спортивный. Приобрела подушку за полтора миллиона и поехала домой. У карманников существует кодекс чести – не воровать у беременных детей, инвалидов и пенсионеров. Сегодня эта категория преступников пополнилась наркоманами, и кражи совершают с целью заработать на дозу. Для таких карманников никакие законы воровского мира не писаны. Просто в автобусе, народу многое. Кстати, и сумка была закрытая. Я даже вообще не представляю, они не разрезали ничего. Как они у меня туда зашли, не знаю, не помню. Но там была небольшая сумма денег, ну где-то в пределах, может, рублей двухсот. Все равно мне было очень жалко, очень обидно. Не работает также и давний общественный стереотип. Карманник – это Костя Сопрыкин из легендарного места встречи. Сегодня карманы часто обчищают приятные, хорошо одетые парни и даже девушки. Они внушают больше доверия потенциальной жертве. Не боитесь, что что-нибудь могут вытащить? Да нет, вроде бы слежу. Не боюсь. Нет, не боюсь. Почему? Потому что никогда не воровали. Часто жители пишут заявления о краже просто потому, что не помнят, где оставили свои вещи. Таких обращений в полиции сотни. Между тем, ключи, кошельки и телефоны выпадают из карманов или просто забываются. Путать свою рассеянность с кражей не стоит, предупреждают в полиции. Это мешает следствию и вернуть хозяину потерянную вещь гораздо сложнее. Светлана Садовая, Руслан Мартынычев. Новости на восьмом.